Вот заметьте, всякий раз, когда в Украине случается резонансное ДТП, вся страна уделяет трагедии максимальное внимание. Часто обсуждение выходит на высокий политический уровень. Но потом, потом не просто всё повторяется, происходят даже откровенно дикие истории. Вот, например, в том же Харькове за вождением в нетрезвом состоянии задержали человека, который уже сбил насмерть шестерых. В мае 2008 года он выехал на трамвайную остановку и тоже тогда был пьян. Сейчас же без прав и снова за рулём. Почему на украинских дорогах вольница для таких убийц? Ответ искал Алексей Пшемырский. Харьков, 2008. Внедорожник на скорости больше 100 км в час влетел в остановку. От удара части машины разлетелись на десятки метров. Шестеро погибших, среди которых дети. За рулём местный предприниматель Андрей Полтовец. Пьяный. Суд дал виновнику 10 лет, но через 7,5 он вышел досрочно. За хорошее поведение. И сел за руль. Снова пьяным. А ваша водитель скажет, что нет. Вообще нет? Его автомобиль вилял и постоянно пересекал разметку. К счастью, на этот раз в Полтовцу повстречался полицейский автомобиль. Очередную трагедию удалось предотвратить. Пройти тест на алкоголь нарушитель отказался, но заверил, не пил ничего. В этот день не употреблял, но это не значит, что я не был пьяным. То есть на предыдущий день где-то принял 300-350 грамм. Есть особенность организма, что выветривается 15-20 часов. За очередную пьяную езду Полтовец пока отделался штрафом 10 тысяч гривен. Но еще ему может грозить год тюрьмы. По закону он не имел права садиться за руль еще три года. А вот к судье из Закарпатья Виктору Амаровичу Фемида была куда более благосклонна. В 2014 году на трассе Киевчоп он выехал на джипе навстречку и протаранил «Жигули». Водитель лиховушки погиб. Судья был под градусом. Но вместо приговора судья получил продвижение по службе. Пока в Мукачевском суде уже третий год рассматривают его дело, Виктор Амарович стал главой Перечинского суда. Неподалеку. Убийство. Вершению правосудия не помеха. До того часа, пока в соответствующей судовой инстанции Украины не будет вынесен вырок, который набрал законные силы, человек считается невиноватым. А вот Киев. Январь прошлого года джип влетел в людей на тротуаре. Погибла женщина. За рулем 20-летний Станислав Толсташеев, сын донецкого бизнесмена. Судебный процесс длился год. Убийцу признали невменяемым. Якобы в момент ДТП у него произошел эпилептический припадок. А болезнью он страдал еще с детства. Впрочем, это не мешало Мажору публиковать в соцсетях десятки фото с вечеринок, с алкоголем и писать о наркотиках. Дело закрыто. Болезни и смягчающие обстоятельства. Основной способ избежать ответственности за страшное ДТП, говорит адвокат. Насколько строгие не были бы законы. Наказание предусмотрено у нас, я считаю, хорошее, нормальное, строгое наказание. Но в связи с тем, что по нашему законодательству можно уйти от этого наказания. Или же условно, или же условно досрочно. Человек совершил ДТП через 3 месяца или 5 месяцев, неважно, суд. И он может сразу освободиться. Но все же, насколько строга украинская фемида в отношении нарушителей правил дорожного движения. Столица Бельгии, Брюссель. В густонаселенном городе увидеть ДТП большая редкость. Здесь не слышали о судебных процессах, длящихся годами. Нарушил сразу штраф. Гастон работает здесь таксистом уже 20 лет. 120 евро, если вы не надели ремень безопасности. Например, вот напротив есть светофор, на нем камера маленькая. Она снимает, когда вы едете. А потом по почте вам приходит штраф. Вот, например, часть дороги, где можно ехать только такси и автобусом. За въезд сюда штраф 50 евро. Если бы такие штрафы получали украинские водители, каждый раз выезжая на полосу общественного транспорта, дороги у нас можно было бы проложить явно не хуже, чем в Бельгии. Самые дорогие штрафы в Европе – за езду пьяным и превышение скорости. Скорость – один из главных факторов, который приводит к смерти на дороге. В некоторых странах, таких как Швеция, штрафы за превышение скорости зависят от дохода водителя. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вам придется заплатить. Порой даже собственной свободой. В Испании, даже если водитель не совершил ДТП, но превысил скорость в два раза. Например, ехал больше сотни при знаке в 50 км в час. Ему грозит тюремный срок – до одного года. И справку от врача здесь купишь вряд ли. Полиция на дорогах, камеры. Людям нужно дать знать, что если они не пристегивают ремень, превышают скорость и садятся за руль выпившие, то их обязательно поймают. Это поможет в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной стране нужно образование, отличные дороги и качественные автомобили, а также хорошие спасательные службы. Лояльные законы вовсе не слепая ФИМИДа и отсутствие камер. Итог – 5000 человек в Украине ежегодно погибают в авариях. В шесть раз больше, чем в Европе. Ответственности нет. Ответственности нет. У нас в жизни человека стоит вообще ничего не стоит. Именно видеофиксация нарушений и автоматические штрафы могли бы частично улучшить безопасность наших дорог, уверен эксперт. Ведь сейчас камер нет нигде, ровно как и радаров у полиции. По всей стране гони сколько хочешь, никто не докажет. Но главное – культура вождения. Ведь превышать ли скорость и садиться пьяным в такси или за руль – каждый решает сам. Алексей Пшимыский, Елена Абрамович, Марина Коваль, Светлана Шекера. Подробности недели – телеканал Интер.